приветствую вас на первом циничном канале и еще один сюжет с берега чудского озера друзья очень часто меня спрашивают в комментариях в донатах даже в личку пишут как объяснить ну и дальше подставьте как объяснить там родственникам почему я не хочу жениться как объяснить там девушки почему они хочу жениться как объяснить почему я с родственниками не общаюсь не перерабатываю после рабочего дня почему у меня нет друзей короче говоря как объяснить что я ну не приемлю какую-то часть вот этой матрице и все-таки желание то при этом есть как объяснить то есть если бы вы полностью от матрицы отказались само желание бы пропало давайте вот с этим разберемся что это означает что означает само ваше желание кому то что-то объяснить почему вы этого хотите друзья Ну вот так вот, забегая вперед, наверное, жуткую вещь сразу скажу. Вы боитесь личностной смерти. И именно поэтому пытаетесь кому-то что-то объяснить. И тут вы скажете, как так? Почему сразу смерть личностная? Смотрите, если вы начинаете думать логически, не объяснять кому-то что-то, а думать логически, то вы быстро приходите к вопросу, а зачем мне кому-то что-то объяснять? И более того, еще один вопрос, а смогу ли я вот ему что-то объяснить? Он существует в своей парадигме. Там ЗАГС, там работа до издыхания, до последнего 40 лет. Никогда вы ему ничего не объясните. И, соответственно, если вы задаетесь вопросом, как объяснить, то этот вопрос очень быстро трансформируется в вопрос, кому объяснить. Не как объяснить, а кому. Вот ему, ему, ему нельзя. Все, это винтик системы. А вот ему, пожалуй, еще можно. Или вот ему еще можно. Соответственно, вопрос, как объяснить, это скорее вопрос, кому объяснить. Как объяснить, это кому объяснить. То есть поиск человека. И хорошо, если мы задаемся вопросом, кому объяснить, каков ответ? Ну, кому в первую очередь объяснить? Друзья, себе. Себе вы должны объяснить. Если вам хочется кому-то что-то объяснять, значит, вы сами толком не понимаете или не верите в то, что хотите объяснить. В первую очередь нужно объяснить себе, а почему вы не хотите ЗАГС, почему у вас нет друзей, почему вообще какой-то вот такой вот колеблющийся винтик непонятный. И когда вы объясните это себе, вы станете уверены в этом, это и будет ваша личностная смерть. Вот того чувачка, колеблющегося, а до недавних пор еще и не колеблющегося винтика системы, это будет его личная смерть. Вы утвердитесь в том, что объяснили, в развитии, в духовном росте. И, соответственно, все. Вас того не станет. И именно поэтому вы подсознательно боитесь. Вот эта вот маленькая личность боится исчезновения. И поэтому она хочет объяснить, она хочет вписать себя в мир, чтобы ее принимали. Но объяснить до конца себе и ее не будет. Вместо нее будет другая полноценная личность. Не вот этот огрызок личности, а полноценная личность. Но именно поэтому вы боитесь. Так вот, друзья, не бойтесь, идите дальше. Но сейчас я объясню, что будет дальше. Чтобы вы, собственно, ну как бы не пугались, немножко знали, чего ожидать. Смотрите, действительно, первый, кому стоит объяснить, почему, подставьте, почему у вас там нету того, нету сего, не хотите этого, а хотите это, это вы сами. Вы объясняете это себе. Дальнейшие этапы что будет. Вы объяснили это себе, вы поняли, что вот здесь, на Чудском озере, намного круче, чем с какой-нибудь девкой в кальянной. Ощущение иного порядка, иного, в смысле, намного более высокого. Так вот, объяснили вы себе, та личность пропала, новая появилась. Первое, что увидит эта новая личность, полное одиночество, полнейшее одиночество вокруг себя. Хорошо, вы объяснили себе. Второй, ну, первый мы поняли, себе объяснить. Второй, кому объяснять будем? Еще кому-то будем объяснять? А нету никого вокруг. Объяснять некому. Друзья, второй, кому мы будем объяснять, это Богу. Почему Бог не первый? Мы не ставим себя выше Бога. Просто для того, чтобы объяснять Богу, нужно, чтобы был тот, кто будет ему объяснять. До того, как мы не объяснили сами себе, почему мы хотим свободы, духовного роста, Богу объяснять было просто некому. Вас не было. Поэтому, в общем-то, как только вы появились, вы сразу будете объяснять Богу. Но, чтобы вы появились, вы должны объяснить сначала себе. Так вот, вы появились, и следующий, кому вы будете объяснять, Богу. И тут какие-нибудь атеисты, или около атеиста, сатанисты там какие-нибудь, могут сказать, так, а как быть, если я не верю в существование Бога? Тогда задайтесь вопросом, а в существование человека вы верите? Ну, Бог, его никто не может увидеть, там, потрогать. Вот. Хорошо, а вы верите в существование человека? Так вот, как только вы стали один, вы объяснили себе, и увидели, что вокруг вас одиночество, для вас человек стал тем же самым, чем является Бог по утверждению атеиста для атеиста. Вот именно так. То есть, на самом-то деле, он им не является. Но что такое Бог для атеиста по его же утверждению атеистическому? Ничто. Нету. Так вот, человек для вас стал тем же самым. Нету людей вокруг. Отсыпались родственники, отсыпались там коллеги по работе. Человека не стало. Они потому и отсыпались, что вы человеческого достоинства за ними не признали. И поэтому, уж если вы в Бога не верите, то в человека вы точно не должны верить. Потому что человек для вас стал такой же эфемерной идеей. Его нету. Нету ни одного, которого можно было там потрогать, пощупать. И это тела какие-то ходят, и все. Вы вышли из этого мира. Поэтому, да, друзья, когда вы говорите, когда у вас идет духовный рост, и вы задаетесь, как бы, ну что же, значит, только в Бога верить надо? Как бы, а если я не верю? Задайтесь сразу же вопросом, а в человека верите? В существование человека верите? В наличии? А на самом деле, по первости, когда вы выйдете из этого состояния рабского винтика, вы не увидите людей. Их не будет вокруг вас. Будет полное одиночество. Полнейшее. Как есть богоставленность, так же у вас будет человека оставленность. И поэтому Бог в тот момент для вас будет намного более реален, чем человек. С Богом все понятно. Это дух, у него, как бы, атрибуты. Его не видно, не слышно, но в то же время его можно почувствовать. Хотя бы его невидимость, это его атрибут. Ничего странного нет, что вы его не видите. У человека один из атрибутов, его видимость. Вот, визуальная видимость. Но вы не будете видеть людей, потому что вы будете видеть, понимать, что это тела, ходячие тела, но не люди. Чело, век, голова, эпоха там нету. И поэтому для вас вообще в этом мире Бог станет более реальной вещью, ну, более реальным существом, чем человек. Вы станете, ну, как, атеизм, да, а, хьюманизм, не знаю, отрицание наличия человека. для вас это станет даже большей проблемой. Для вас человека станет найти сложнее, чем найти Бога, когда вы прозреете, по первости. Так вот, поэтому уж если кому-то следующему объяснять после себя, то непременно Богу. Это, скажем так, следующее существо, в котором вы будете наименее сомневаться. В человеке вы будете сомневаться еще больше. Так вот, вы находите через это Бога, через послабление восприятия Бога, если сейчас вы там можете в него не верить, верить наполовинку, то там для вас становится легко в него поверить, потому что он становится довольно реален. Человек отметается и Бог становится довольно реален. Так вот, объясняете Богу и тогда возникает вопрос, третий, третий, кому вы будете третьему объяснять? Вот тогда человеку, только объяснив Богу, только поняв Бога, вы увидите человека, потому что все, что вы можете видеть человека, вообще, что вы в человеке увидите от человека, Человек, голова, эпоха. Это все отблеск Бога. Чтобы увидеть человека, это нужно, например, ну это как луна, которая отсвечивает солнечный свет. То есть она не дает сама по себе света. Все человеческое в человеке от Бога, без этого, это просто ходячее тело, зомби, не более. И для того, чтобы объяснить человеку, вы должны понять, что такое человек. А для этого вы должны хотя бы заподозрить, что такое Бог. Что искать-то в человеке? Где человечность? И потом, когда вы поймете примерно, что такое, ну появится у вас чутье на божественное, у вас тогда появится чутье и на человеческое. Вы будете видеть, ага, вот то, что я чувствовал, беседуя с Богом, есть в нем. А вот в нем нету, это тело просто ходячее. И все. И тогда вы только познаете человека, как образ Божий. Но не до этого, не ранее, по крайней мере. Сначала себе, потом Богу, потом человеку. Сначала вы рождаетесь, прозреваете, рождаетесь, создаетесь. Сразу же вступаете в диалог с Богом, поклонение Ему в этом мире, как высшему. И, соответственно, только потом человеку. Вы никогда не познаете человека, не познав Бога. Хотя бы не начав его познавать. И поэтому ваш вопрос, как объяснить кому-то, абсурден в основе своей. Кому вы пытаетесь объяснить? Вот ваши коллеги, родственники, там девушка какая-нибудь. Это люди или нет? Вы не можете даже сказать, люди это или нет, пока не познали Бога. Потому что вы не знаете, что искать. Как идентифицировать человека в человеке. Человечность в ходячем теле. Может быть, это суперчеловек, там, святой какой-нибудь. А может быть, просто тело ходящее. Чтобы сделать вывод, нужно понимать, что мы ищем. Чтобы найти, нужно понимать, как выглядит то, что мы ищем. Предмет поиска. А для этого нужно сначала поговорить с Богом. Посмотреть на Бога. Вот. Поэтому, друзья, не бойтесь забить на объяснение кому-то, начав объяснять себе. Да, это будет означать исчезновение вот этой душонки маленькой. Душонки, тушонки. И все. Но вместо нее возрождение уже настоящей личности. Только эта личность сможет вести диалог с Богом. А вот эта вот душонка, которая не знает, как там девушке объяснить, почему не хочешь в ЗАГС идти. Она и будет отрицать Бога. Не потому что Бога нет. Потому что она не может с Ним в диалог вступить. Потому что она всегда будет видеть на той стороне стола переговоров ноль. Она не может идентифицировать Бога. Потому что сама Его в себе не имеет. Это же опять же замкнутый круг. Чтобы увидеть в ком-то Бога, вы должны познать Бога. Ну и чтобы увидеть Его в себе. И, соответственно, хоть как-то Его идентифицировать, вы Его должны познать. Это замкнутый круг. Это практически отказ от времени. Там до и после. То есть и до и после одновременно. Вы должны познать Бога, чтобы познать Бога. Познаете вы Его в себе изначально. Потом вступите в диалог. Вообще идея вступить в диалог с Богом у вас будет тогда, когда вы сформируетесь. Когда в вас засветится немножко божественное, вам придет эта идея. До тех пор, пока вы мелочь, как говорится, пузатая в духовном плане. Естественно, вы не признаете Бога. Вы не можете с Ним диалог вести. Так вот. Вот так это все выглядит. Поэтому забивайте, кого мучает этот вопрос, как объяснить. Заменяйте, кому объяснить. И уже от этого начинаете плясать. В конечном счете выйдете на очень интересные результаты. Но того, кто задавался вопросом, как объяснить, уже не будет. Но жалеть вы об этом тоже не будете. Вот такие соображения.